Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня займусь обожжением вот такого казана. Хотя продавец утверждал, что его не нужно обжигать, что он сделал с применением какого-то супер оливкового масла. Но я во все это дело, конечно, верю. Но у меня есть кум, который во все это дело не верит. И поэтому он сказал, что мы будем поступать так, как поступали наши предки. Казан, кстати, не очень дорогой. 2200 рублей на 6 литров. Сначала хотел купить на 3, потом подумал, что на 6 будет оптимально. И на даче, если две семьи, допустим, собрались. Ну и дома тоже есть вариант готовить в нем плов. Поэтому сегодня будем обжигать по науке, обжигать по книжке. На первом этапе нужно развести костер и поставить казан на него. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Несколько часов, я думаю 2 часа это вполне себе несколько, а там как получится, будем поддерживать постоянный огонь. По идее сейчас должно начать выгорать масло, которым обрабатывается форма при литье чугуна. Смотри, друзья, стали появляться на нем такие немного бензиновые разводы. Это он греется и как раз таки масло подогревается, сейчас начнет выгорать и чидить. Соответственно, если вы делаете это дома у себя, то умная книжка рекомендует открыть все окна, выгнать домочадцев из дома и закрыть уплотнее двери. Прошло где-то минут 15-20, уже идет дымок, вот, и пошел запах, но запах не горелого моторного масла, а запах такого попкорна. Вот, поэтому, возможно, мы делаем лишнюю работу, но будет не лишнее. Так, ну, смотрите, полчаса уже все горит, и, ну, видно, что вот здесь вот изменился цвет, здесь уже прокалилось. Соответственно, здесь выгорело все масло, на этой стороне пока еще не выгорело. Ну, еще часа полтора ему стоять, я думаю, что все получится. Там уже прям немножко краснеет внизу. Так, друзья, смотрите, интересный момент, мы тут сидим возле костра уже почти целый час, надо что-то делать. Вот, мы попробовали плеснуть туда чай, вот, и получилось очень весело, сейчас покажу. Но это не чай, это уже вода, но все равно забавно. Смотрите, коп, и ртуть. Вообще прикольно. И вот так она может делать очень долго. Она вроде не кипит, да? Она просто там гоняет. Да, и вода стала черного цвета. Это, к слову, о чистоте казана. Вот от этого черного мы, собственно, и должны избавиться при помощи этой процедуры. Так, переходим мы. Фу, дым-дым. Дым-дым, я вода. Дым-дым, я вода. Что, что, прошло? Час прошел. Час прошел, и у нас следующий этап. Занимаем, заливаем подсолнечное масло. Будем колить с маслом теперь. Кстати говоря, классик советует заливать масло бэушное из какого-нибудь фритюра, тогда будет совсем хорошо. Ну, а мы купили самого дешевого и поганого. Ну, нет у нас вот плохого масла, вот только такое. Что, прям литр? Два литра сколько? 0,9. 0,9. Второй будем лить? Пока. Ну, пока пусть одна постоит, разогреется, а потом, глядишь, и вторую выльет. Так, смотрите, народ. Стоило отлучиться буквально на две минутки. А, тут такое масло загорелось. Пум-пум-пум. А, что делать? В общем, такая вот опасность, друзья. Если дома будете обжигать казан, что, помните, что может быть вот так. Да, что делать-то? Блин, а что делать, слушай? Ну, попробуй накрой еще раз, нет? Дома просто масло. Блин. Короче, это полный капец вообще. Блин, мы не знаем, что делать. У нас тут сгорело вот это вот. Трава начала гореть. Блин. Да, ну давай попробуем этим накрыть. Ну, тоже, мне кажется, смысл. Ну, не знаю. Как-то в книжке о таком не писали, друзья. Блин. Да, что делать-то? Так, смотри, мы сейчас можем попробовать снять его с огня, с щипцами, сам казан. И, я не знаю. И попробовать затушить. И накрыть крышкой. Сейчас попробуем. Поэтому нельзя делать в домашних условиях. Ну, что делаешь? Снимаешь эту, потом снимаешь ту. Просто как-то ее будешь снимать. Вот это я вдохнул сейчас. О, какая красота. Хотели как лучше. В общем, народ, в квартире лучше этим не заниматься. А может быть, да, легко такая история? И что делать? 0,1. Подожди, оно выгорело. Море тому не осталось. Немножко остыло дым. Перестал идти. На книгу мы больше не ориентируемся. Потому что в книге о таком не пишут. Смотришь, в книгу видишь. Да. В общем, убираем остатки масла. Гуталин, реально. Может, это масло было самое, которое позорно. Может быть, это стрёмное масло из нефти. Я не знаю. Может быть, это то, что нагорело с казана. Ну, прям. Ну, ладно, не лишний будет. Сейчас, короче, ставим на огонь. Еще раз нагреваем. Прокаливаем. Еще раз нагреваем масло. Но уже будем делать это аккуратно. И не будем отлучаться. Судя по всему, пожар откинул нас во времени часа на полтора назад. Потому что мы это уже наблюдали с чугунком. То есть, он начал менять цвет. Опять начал сильно дымить. И вонять попкорном. А, блин. Так. Теперь, смотрите. Сейчас час стоит. Потом заливаем масло. И тут важно не допустить повторного возгорания. Потому что уже солнце заходит. А, блин. Это мы трезвые. Мы трезвые. Казан немножко нагрелся. Видите, в центре уже белое. Это выгорает. То масло, которое у нас сгорело. Соответственно, еще какое-то время ждем, пока обгорит вот это масло. И заливаем новое. Попытаемся сделать так, чтобы оно не вспыхнуло. Кстати, в книжке написано, что в момент заливания масла нужно убавить огонь. Но, видимо, там идет речь о какой-то газовой плите. Или том месте, где можно убавлять огонь. У нас же огонь убавить физически невозможно. Отличное масло. Прекрасно горит. Это мы сегодня выяснили. Масла много наливать не будем. Ну, теперь вы знаете, как вспыхивает масло, короче, да? Сейчас. О, мы уже обучены. Поэтому нас теперь не напугать. Друзья, вы можете писать в комментариях, какие мы мудаки. Но, кажется, мы столкнулись с какой-то невыясненной проблемой. То есть, мы сейчас залили масло, и оно просто вспыхнуло. Вероятнее всего, мы перегрели сам казан, да? А может и нет. Или искра попала. Ну, там у меня все заснято. Там не было искры никакой. Так, окей. Сейчас переворачиваем казан, ставим обратно. Раскаляем. Убавляем огонь каким-то образом. Нет, ну, мы добьемся чего-нибудь сегодня. Мы добьемся того, что сгорит деревня, мне кажется. В какой-то момент. Так, у нас новый план. Мы решили налить масло здесь. Он чуть-чуть подостыл. Мы вытерли его. Чуть-чуть наливаем. И оно мгновенно закипает, кстати говоря. Хорош, хорош, много. Вот, сейчас возвращаем туда. И будем ждать, пока закипит. Здесь пламя. Мы немножко сейчас раскидали дрова, чтобы пламя не было большим. Ну, и попробуем что-то сделать. Ну, загорится третий раз. Ну, что ж, теперь. Так. Масло кипит и практически не загорается. Уже хорошо. Уже хорошо. Так, теперь по книжке нужно дождаться, чтобы пятно чугуна под маслом стало красноватым. А дальше будем чуть-чуть вращать казан, чтобы вот он весь стал красноватым. Не знаю, удастся ли этого добиться или нет. И аккуратнее, смотри, вот ты капаешь. Сейчас опять вспыхнет. Так, смотрите, друзья, прикол. Коронавирус. Кастрюль был убит. Да. В общем, сам казан разогрелся до такой степени. Мы уже его сняли давно с огня. Он разогрелся до такой степени, что смотрите, что происходит, если снять крышку. И сейчас не загорится, прикинь. Во, что происходит, если снять крышку. То есть раскаленный казан. И в нем вспыхивает масло даже без огня. Ждем, пока остынет. Можно чебуречить. Смотрите, какое масло стало. Насыщенного. Можно картошку фри начинать жарить. Или чебуреки. Мне кажется, примерно на таком масле и жарит. Вот. Так, короче. Какой план? Я не знаю, мы уже давно шпарим не по книге. Потому что в книге у него не было написано о том, что будет загораться. Давай, дебилы. Это сила. Так, сейчас чуть-чуть подостынет, друзья. Мы поставим обратно на огонь, для того, чтобы выгорели остатки масла. Вот. Потом... Протрем насухо. А потом... Потом вернемся к книге. Там написано протереть насухо. И можно использовать. Смотрите, друзья. Прикол. В казане вроде масло не кипит, да? Выливаем. И вот что происходит. Так, возвращаем на огонь. Так, вытираем насухо. И, в принципе, на этом можно остановиться. Главное, потом перед первой готовкой пожарить лук. Или попробовать еще прокалить в нем соль. Но это, наверное, уже излишки. Так, ну что, друзья. На этом наше обжигание казана. Точнее, его сжигание. Заканчивается. Вот такая вот у нас поверхность получилась. В принципе, результатом мы довольны. Еще, конечно, можно пожарить на нем лук. Ну, или там соль. Ну, это уже будет в другой раз. По идее, все. Можете писать в комментариях, что мы... Что откуда у нас растут руки и что нам нельзя доверять казаны. Это был Миклуха МакФлай. Друзья, подписывайтесь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова